Вырвало из сетей цивилизации при помощи интернета. Фермер из Лаишевского района разместил информацию о подворье во всемирной паутине. Теперь в гости к нему тянутся также со всего света. В хозяйстве на берегу Камы предлагают и корову подоить, и овец постричь, и, конечно, оседлать коня. Екатерина Белалова оценила современный сельский сервис. Рубин радуется весеннему солнцу и резвится в сугробах. Его хозяева говорят, пока их питомцы не слишком загружены работой. Зимой на подворье приезжает около 30 человек в месяц. Летом намного больше. В основном это семьи с детьми или компанией друзей. Самое популярное развлечение для приезжих – это, конечно же, лошади. Есть здесь и скаковые, и спортивные, и рабочие. Например, это тяжеловоз. Научиться кататься на коне могут даже новичка. В непогоду верховой ездой можно заниматься в манеже. Летом на плацу можно даже искупаться с лошадьми в Каме. Впрочем, это не единственное занятие. Чтобы почувствовать себя деревенским жителем, посетителям предлагают постричь овец, покормить скотину или собрать яйца. Подоили корову. Ощущения незабываемые. Дамир и Ксения приехали из Кировской области, о Шуранском подворье прочитали в интернете. Молодые люди намерены не просто отдохнуть, но и узнать, как построить деревню для туристов. В перспективе наберемся знаний, научимся. Кто знает, может, и свое чего-то сообразим. Мы сами люди, душа не лежит в городе. Больше лежит в природе, к животному. Хозяин подворья Юрий Леонов все детство проводил в деревне у дедушки. Львиная доля его клиентов – это городские семьи. Если взрослые еще помнят, как выглядит настоящая корова, то их дети видели ее только на картинках. Это доставляет удовольствие, радость. И хочется приобщить к этому еще и людей городских, которые уже забыли, что такое корова, что такое лошадь, что такое овца. Дети приезжают, радуются, смотрят всему этому и удивляются, что дай бог, что жизнь на земле еще продолжается. Хоть на несколько дней вырваться из городского плена – такая идея посещают жители мегаполисов. А потому такие туристические деревни появляются в Татарстане все чаще и без дела не простаивают даже зимой. Юрий Леонов обещает, к лету в его подворье появятся козы, гуси, индюки. Екатерина Белалова, Илья Шорин, Вести, Татарстан.